Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, дам комментарии, и вы тоже поможете ей советам. Если вы считаете, что такие видео полезны на моем канале, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, распространяйте это видео в соцсетях, делитесь им. Так что давайте приступим. Смотрю ваш канал относительно недавно, заинтересовалась Турция с момента начала отношений с турецким мужчиной. Познакомились мы в интернете через инстаграм. Он прекрасно владеет английским языком, с хорошим образованием, по профессии архитектурный дизайнер, но работает в семейном бизнесе. Все начиналось как в сказке. Вместе с общением по интернету он тут же предлагает приехать в Стамбул, на что я ответила отказом и предложила ему приехать ко мне в Украину. Так он и сделал. Несколько дней он провел в Украине, за это время буквально завалил меня покупками, подарил айфон. Он, естественно, такое отношение подкупает, и тогда я была четко убеждена, что если мужчина вкладывается финансово, значит 100% любит. Ох и зря. Как оказалось, любовью там и не пахнет. В Стамбул из Украины он вернулся один, и с этого момента наше общение перевернулось с ног на голову. Я ему изначально в Украине сказала, что близости у нас не будет, поскольку он у меня первый, и для меня это все не просто так. Он, понятное дело, рассчитывал на другой сценарий, хотя виду старался не подавать. По возвращению в Стамбул он сказал, что у него серьезные намерения относительно меня, и заменять он не хочет, и просит, чтобы хотя бы обменивались какими-то фотографиями и видео. И добавил, мол, ты же выставляешь фото в купальниках с Пол Дэнс в Инстаграм, в чем проблема в нижнем белье отправить фотографию мне? Ну ладно уж, пусть так будет. Конечно, он был в восторге, даже денег мне больше отправлял, чем обычно. Настораживает другое. Ссоримся мы с ним часто, причем без веских причин. Он исчезает на время и потом снова появляется. Я заметила, что таким образом он подогревает эмоциональный фон в нашем общении. За несколько дней до вылета моего в Стамбул, то есть, как я поняла, на следующую встречу, он сказал, что вступать в брак – это глупо, и сначала нужно создать семью, а потом уже узаконивать отношения, для него очень важна сексуальная совместимость. На что я ему ответила, ты же верующий, в Коране запрещена добрачная связь. Я обожаю твою религию. Значит, все будет только после брака. И он снова исчез. Но вернется точно. Уже так пятый раз исчезает и появляется снова. Очень нужен ваш совет, как быть в этой ситуации, если шанс повернуть эти отношения в серьезное русло. Я не знаю про шансы в серьезное русло, это вам подписчицы пусть подсказывают. Я вам хочу немножко разложить, что произошло. Если у мальчика образование, архитект, архитектурный дизайн, он работает в семейном бизнесе, у него есть деньги. Честно скажу, что я не знаю, может ли быть здесь что-то серьезное русло, потому что изначально оно было несерьезным. И, как вы правильно сказали, подарив айфону, высылая деньги, это не говорит о том, что человек меня любит любовью, там они пахнут. Совершенно верно. Это пахнет покупкой. И его изначальный запрос был, скажем так, легкий, несерьезный. Он вообще, в принципе, не планирует замуж вас брать, жениться на вас, серьезных отношений. Ему просто стоимость айфона, поездок и там какое-то высылание денег не составляет большой какой-то финансовой проблемы, затруднения. И поэтому он пытается... Вы слабину дали, фотографии, видео высылали. Понимаете, вы его привлекли, как он вам сказал, тебе же ничего не заставляет выкладывать в Инстаграме, в купальнике фотографии. То есть вот оно отношение изначальное, поверхностное, несерьезное. Он вас для серьезных отношений не рассматривал. Этим вы его и притянули. И он сейчас просто пытается вас купить. Ему, может быть, отчасти интересно. Куда он пропадает? Он уходит к другим женщинам. Он спит с кем-то. Вот и все. Все очень просто, предельно просто. И дело-то здесь в том, что у меня недавно на канале была на эту тему история, видео на это. Посмотрите о том, что когда девушка пытается создать отношения, понравиться парню, перетянуть в серьезное русло. Что-то изменить, когда чувствует, что отдаленность есть. Это прям ваша история, мне кажется, еще для вас подходит. Человек со здоровой психикой на вашем месте просто оставит все как есть, а оно куда-то выведет, либо прекратит отношения эти. Потому что у вас запрос серьезный, а вы видите, вы прекрасно понимаете, просто не хотите в это верить, что ко мне несерьезно относятся. Меня прямую покупают. Но он сейчас просто пытается выторговать, перекупить вашу девственность. Проще так я это назову. И когда он это получит, не факт, что ему это будет уже интересно. У него вообще может пропасть азарт. Скорее всего, так и будет. Он вообще тогда исчезнет. Но, к сожалению, почему этот диссонанс появился? Вот очень просто. Потому что вы выкладываете определенного характера фотографии, определенную картинку, образ создаете в социальной сети, на которой он клюнул, на несерьезный образ. Полдэнс и фотографии в купальниках с отпуска. Это завлекалочка определенная. Это вам покопаться в себе. Это не соответствует вашему образу, который у вас на самом деле внутри в вашей голове, вашим убеждениям о том, что у вас еще никакой близости с мужчиной не было. Какие-то определенные правила у вас есть, поведение к себе. И это, скажем так, ни в коем случае неплохо. Это даже, я больше сказала, достойно уважения. Вы молодец. Но просто ваш образ в интернете и то, что в вашей голове, это разное. Это расходится. Это разная направленность. Поэтому у человека такая реакция. И вам бы образ в интернете довести до того, как вы внутри себя ощущаете, вот этот диссонанс красить нужно. В интернете быть такой же, как и на самом деле, о чем я думаю, как себя чувствую. Или этот образ интернетный, понять вам нужно, он является действительным. Я хочу быть такой. Я хочу заниматься полдэнсом. Я хочу выкладывать там всякие фотки в купальниках. Но тогда и нет вот этой привязки не допускать мужчину к себе. Просто два вот этих образа, они вообще противоположные. Друг с дружкой не вяжутся. Вот в этом вся загвозка. Дело не в мужчине. А потому что он клюнул на другой образ. Я думаю, что с ним уже не получится перетянуть все в серьезное. Почему? Потому что он куда-то пропадает. Пропадает он не просто так. Пропадает он покрывать свою какую-то потребность, закрывать. Скорее всего, какие-то отношения. Может быть поверхностные, несерьезные. И получив, скажем так, так как если вы пойдете на уступки, и он будет у вас первым, не факт, что он с вами останется. Вы не сможете этим дальше торговать своей действенностью, да? И притянуть его на серьезное. И когда у вас вообще вот это, понимаете, есть в речи, фигурации, выражения, можно ли перевернуть все, направить в русло серьезное, он очень сильно подкупил. И как вы сказали, не может не подкупить. Я думала, деньги равно любовь. Вот в чем здесь вопрос. Это ваша определенная установка, которую, скажем так, мужчина вкладывает, значит, он любит. Проблема вот в вашем образе и в вашей установке. Проблема в самом деле в вас. Не в нем. Он кудем был просто не на тот образ. Поэтому у вас этот дизонанс пошел. И, в принципе, я вижу, что парень несерьезно гуляющий и тусуется. У него есть на это деньги и берет от жизни все. А вам бы хотелось там, например, семейные какие-то с ним серьезные отношения. Но к этому, по крайней мере, на данный момент не готов. И просто не зная, как съехать с этой темы, он такую ерунду вам загоняет о том, что надо создать семью, а потом... По сути, он вам правильно говорит, да? Он как бы... Просто это выглядит очень странная формулировка, фразы странные выбраны. Надо создать семью, как бы пожить вместе, а потом выходить замуж, расписываться. И говорит, я не могу расписаться с тобой, быть в браке на всю жизнь, пока я с тобой, скажем так, не пересплю, не пойму нашу совместимость. Это логика, это нормально. Это нормальный запрос современного общества. И как бы парню претензии за это определять вообще нет смысла. Я с этим, как психолог, абсолютно согласна. Потому что идентичность не только в поведении, в характере, в взглядах, но и сексуальная идентичность тоже важна у людей. Вы должны во всем месте... Он абсолютно здраво рассуждает. Но просто вам дает намек в том, что если ты торгуешь своей девственностью, то со мной только так. До брака, а там посмотрим, как будет. Подходим мы друг к другу или нет. И тут уже он дает выбор вам. Соглашаешься ты на это или нет? Что для тебя важнее? И этот выбор вам предоставлен, потому что в отношениях, вот в этом общении с ним, вот эти торгово-рыночные отношения начались с самого начала, до этой темы даже. Потому что вы предоставили товар лицом в интернете, на который он клюнул. Когда он приехал, вы его пообломали и показали. А у меня другие вообще пуританские взгляды. Я так не хочу. Вот с этого началось. Это определенные торги. Почему я это называю торгом? Потому что вас подкупил айфон, финансовое содержание, вот этот момент денег. И поэтому такое отношение. Я не говорю, что вы внутри так действительно думаете, рассуждаете и сторонница этого. Но впечатление для него произвели такое, что вы картину лицом показываете, потом сжимаете что-то, не даете, и начинаете это каким-то образом выторговывать. И вот такое отношение. И он просто вам дал понятие, напрямую сказал, что до брака там посмотрим, как пойдет вообще. Он имеет на это полное право. Чтобы у вас эти истории не продолжались в жизни, не появлялись опять такие же мужчины с такими же проблемами в вашей жизни не появлялись. Надо разобраться в себе. Надо вот этот образ внутренний, что я думаю, это что я показываю в интернете. Баланс какой-то этому сделать, да? Либо себя так не продюсировать, не показывать, либо по-другому себя как-то показывать людям, впечатление, да, себя с личности, о своих взглядах производить. И не торговаться этим, не выторговывать. Я честно скажу, что еще проблема в том, что почему вы хотите вернуть все в серьезное русло? Ну, парень понравился тем, что он хорошо одаривает, у него есть денежки. Вы, скажем так, он вас к этому расположил, у вас есть определенный вопрос в плане финансов. Вам симпатичны парни, которые финансово в вас вкладываются, у которых есть денежек в кармане, которые они должны одаривать. У них есть этот потенциал, такой парень вас интересует. Вот об этом еще тоже загвоздочка определенная есть. Вот что я вам хочу разложить, чтобы вы об этом подумали. Что вы, девочки, напишите в комментариях, дайте советы. Может быть, вы попадали в подобную ситуацию, как можно девушке, и считаете ли вы возможным перевести в серьезное русло? Если да, то каким способом? Напишите, пожалуйста, комментарий. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я всегда в инфобоксе оставляю свою почту, разворачивайте, смотрите, пишите мне на почту ваши истории для такого разбора видео, либо записывайтесь на психологические консультации. Спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok